или александр на просто вынужден зафиксировать на видеозапись пожалуйста повторите то что вы сейчас сказали я не являюсь вашим клиентом я какие-то давал распоряжения по своим счетам какого отношения мои счета имеют данному разговору я попросил это вы сказали что я ваш клиент закрывайте все счета все счета которые оформлены меня закрывайте чтобы вы меня больше не называли клиентов счета все закрываете прям здесь и сейчас данной секунды я не являюсь вашим клиентом теперь возвращаемся к тому вопросу который по которому что пришел значит я действую на основании доверенности у вас есть клиент мамаев владимир дмитриевич он дает распоряжение вам производить перечисление всего счета банковского который у него открыт номер у вас есть на счета других организаций и вы не отказываете правильно очень даже не мне отказываете отказываете моему доверителю вашему клиенту на каком основании не предусмотрено выполнять обязанности по договору банковского счета переводить денежные средства третьим лицам у меня нету к вам обращения у меня есть к вам требования оформить платежное поручение на я в банке нахожусь я нахожусь в банке елена александровна я нахожусь в банке и мне не надо динамик мне ответ нужен здесь и сейчас вы будете мне его предоставлять кто уполномочен давайте приглашайте работника который уполномочен я в банке нахожусь я могу от вашего времени и со своим отказом вам предоставить информацию предоставьте пожалуйста отказ официальный отказ покажите мне его на видео что он был значит правильно понимаю вот вы пишете клиенту мамаеву владимиру владимировичу отказано вы подключение автоплатежа я к вам обратился от имени мамаева владимира дмитриевича он в моем лице на основании доверенности дает вам распоряжение по его банковскому счету совершать определенные банковские операции по перечислении денежных средств третьим лицам что непонятного я действую имея соответствующие полномочия на основании доверенности материально удостоверенной описание ситуации со слов клиента мамаеву владимиру владимировичу отказано в подключении автоплатежа по коммунальным услугам со счета такого-то доверителя амаева владимира дмитриевича по нотариальной доверенности и ваш отказ где написано отказать соответствии нормой такой-то где написано давайте покажите вот я на видео показываю ткните пальчиком читайте верхнюю строчку описание ситуации со слов клиента вы описали мою ситуацию а теперь предоставьте мне отказ вы зафиксировали этим бланком ситуацию с моих слов а теперь предоставьте отказ за вашей подписью мне бланк не нужен мне нужно вас письменный отказ чтобы я мог это зафиксировать и передать следственный комитет что это вы приняли от меня обращение со слов клиента так называемого 4 ирина александровна вы отказ будете делать мне не нужен документ мне нужен отказ тогда хотя бы произнесите устно на видеозапись что вы мне отказываетесь выполнить те операции которые я прошу каких операций какому клиенту и на каком основании вы описали вы написали с моих слов что вы отказали мама его владимир владимировичу в подключении автоплатежа по коммунальным услугам со счета такого-то доверителя мама владимир дмитриевича да где ваш отказ ваш официальный отказ не фиксация то что здесь происходит а ваш конкретный отказ со ссылками на нормы права что не так доверенность не то что не так цвет глаз не тот у меня елена александровна откажите официально на бумаге за подписью подпись вы уже поставили данная данная подпись свидетельствует о том что вы просто зафиксировали мое обращение к вам а ваш отказ на данный момент не предоставлен то есть вы отказ мне не будете никакой предоставлять мне выдавать не надо мне нужен отказ правильно вас понимаю устного мне отказали но документ давать подтверждение не будете вы мне дали документ подтверждающий мое обращение с данным вопросом я вам даю отказ о том что я данную операцию совершить не могу так дайте так и напишите я не могу данную операцию совершить там этого не написано ни слова не написано здесь моих слов описана ситуация жалоба скажем так а ваши действия не описаны почему не можете это ваша обязанность я к вам обратился да и у меня все равно какие вас полномочия вы работник банка вы действуете от имени юридического лица частности банка которым открыт счет и вы обязаны выполнять мои требования по распоряжению денежными средствами на счете елена александровна мне нужно зафиксировать ваш официальный отказ либо произносить его устно либо письменно на бумаге в идеале письменно вы мне не дали отказ письменно вы мне дали бланк на которым зафиксирована данная ситуация отказовыми никакого не дали здесь написано ситуация со слов клиента мне не надо бланк вы не слышите меня мне нужен официальный ваш отказ ваш отказ и со слов клиента вы мне отказываете выполнение моего распоряжения о перечислении денежных средств третьим лицам да или нет что вам мешает выдать официальный письменный отказ так выдать и я уйду не переживайте вы зафиксировали мое обращение елена александровна вы видите глупый человек вы же понимаете что здесь написано вы официально мне отказа не даете таким образом вы пытаетесь уйти этот это официально заявление физического лица вот даже наживая называется заявление физического лица мама его владимира владимировича мои данные если описание ситуации со слов клиента спасибо что зафиксировали а теперь дайте отказ это мое обращение в банк теперь дайте отказ вы меня никакого не выдаете вообще есть документы говорю отказ не выдайте либо устно произнесите четко и понятно либо дайте письменно но вы должны письменно давать потому что вы работник юридического лица все деловые отношения вся переписка и тому подобное производится на официально на бумаге за подписью печатью прекрасно то да и понимаете что вы совершаете самоуправство понимаете вам объяснить вам объяснить можете обратиться в полицию обращение банков на другого ответа елена александровна я не нуждаюсь ваших консультациях тем более в разъяснении моих прав вы начните с ваших обязанностей какого другого ответа мне не дали никакого ответа вы мне никакого отказа не даете в том то и дело вы у меня просто приняли мое обращение которое якобы ваш банк будет рассматривать течение 30 дней мне от вас нужно конкретный отказ здесь и сейчас не через 30 дней не от ваших юристов отлично от вас что вы отказываетесь выполнить распоряжение клиента распоряжение его денежными средствами на счете что собирать с этими деньгами делать прокручивать елена александровна по причине вы отказываетесь выполнить распоряжение клиента перечисление денежных средств третьим лицам так вы уже приняли это обращение вы приняли вот дали мне копию бланка с моим обращением согласно которому мне отказано подключение автоплатежа по коммунальным услугам со счета такого-то доверителя мама его владимира владимировича он реально доверенности ну ладно реквизита не указали хотя нужно указывать что потом вопросов не было по какой натриальной доверенности отказ будет молодой человек давайте не будем это усугублять просто не вмешайтесь в мою беседу с работником банка так решите дом много окошков но давайте я тогда решу свою проблему потом уже полчаса ну так я мог бы я буду здесь целый день стоять пока не прият сотрудники полиции какой прокуратуре будешь меня учить как мне что делать все да вот куда хочешь иди сотрудников полиции вызывайте я вам еще раз объясняю я имею право на самозащиту в том числе против ваших действий я постою я я хорошо стою вы меня сначала обслужите вы меня не обслужили не вы не исполнили поручение какое какое значение то что я снял то что я хотел вы должны принять мое поручение почему вы просто обоснуйте почему хотя бы устная не говорю что письменная понимаю что вы не юрист хотя бы устно произнесите почему что в чем причина доверенность не та цвет глаз не тот что не так вы мне не дали ответ вы мне не дали отказ присаживайтесь ожидайте сотрудников полиции пожалуйста обоснуйте хотя бы своими словами по какой причине вы отказываетесь принять распоряжение клиента вашего хорошо вот вы уже предложили какое-то решение вы можете сделать разовое раз пока будет решаться так подождите вы сейчас можете принять у меня на март такое поручение это я могу сделать здесь и сейчас и здесь и сейчас я здесь и сейчас даю распоряжение в марте произвести перечисление денежных средств на такой-то счет сейчас так так не надо мне мне нужно тогда когда необходимо это произвести когда денежные средства будут на счету когда будет выставлен счет соответствующей организации на оплату елена александрова вы предложили какой-то вариант если бы на моем месте находился непосредственно клиент вы бы ему оформили данное платежное поручение еще раз то есть правильно я вас понял что именно проблема в том что я что это происходит по доверенности правильно причина отказа то что данную операцию вы не производите людям которые сюда приходят по доверенности то есть вы своими решениями отменяете действующее законодательство нотариально удостоверенные доверенности и тому подобное то есть занимаетесь самоуправством правильно я вас понял по причине то что здесь находится человек по доверенности а непосредственно клиент правильно абсолютно верно все спасибо хоть так зафиксировал а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok